Почему? Потому что я тем более при этом у этой аудитории, которую представляют семейные врачи, потому что это будет разговор о вакцине, а вакцины, вакцинные препараты, это то, что обязательно встретится в работе семейного врача. Это будет разговор о высокой технологии, которая получила результаты, которые получили венобережную премию. И это будет еще одна отличная возможность поговорить об иммунитете, об иммунной системе, об иммунном ответе. И это тоже встретится у семейного врача, безусловно, в его практической работе. Ну, когда мы говорим о вакцинных препаратах, мы всегда вспоминаем, с чего все начинается. Обычно начинается с вирусной патологии, потом эта вирусная патология очень часто переходит. Это бактериальная патология, и хуже всего, когда это уже становится рецидивирующими хроническими заболеваниями. Почему происходит так? Что, как, что, как должна защищаться иммунная система, чтобы все было хорошо, чтобы был ответ хороший, чтобы не было патриарных осложнений. И я напомню вам, что наша иммунная система защищается двумя видами иммунного ответа. И вы это хорошо все знаете. В зале молодежи, наверное, гавы, ученики, но я напомню все же, что есть первичная защита, которая называется нескецифическая или врожденная иммунитет, которая начинает у нас с вами работать с момента рождения и до последнего вздоха. Там есть своя уморальная, свое уморальное звено, вы видите, вот оно, свое клеточное звено. И, к сожалению, врожденный иммунитет не имеет памяти. Он не ответил на инфекцию, завтра будет эта же инфекция, снова нужно начинать все сначала. Но я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что вот здесь, в уморальном звене, есть цитокин, и среди них в том числе и метриферон. А в клеточном звене, из тех клеток, которых вы хорошо знаете, там, моноцитарно-макрофагально-реатн-метрофилы, есть дендритные клетки. Это клетки тоже моноцитарно-макрофагально-реатн-метрофилы. Но это новая клеточка, вот я забегаю вперед, скажу, что именно из-за нее была присуждена, за открытие этой клетки была присуждена Нобелевская премия. И эта клетка, главная клетка на территории врожденного иммунитета. И ответ этот развивается на слизистых, на так называемых нестерильных слизистых. И после того, как ответит неспецифический иммунитет, он должен разобраться, что попало в организм, и дальше передать информацию уже приобретенному иммунитету, для того, чтобы развился специфический иммунный ответ, чтобы появились специфические антитела, гейлеры специфические. И вот это, как бы, классика, очень быстро классика работы иммунной системы. Так работает иммунная система в физиологических условиях, она также работает и при вакцинации. Точно так же, выдают им вакцину, на нее сначала неспецифический ответ, а потом идет передача информации специфическому приобретенному иммунитету. И если зарисовать рисунок, то то, о чем я говорил, вот он. Патоген, он должен пройти на нестерильных слизистых, в том числе и на верхней дыхательной пути, которые мы или другие, какие нестерильные слизистые, он должен пройти первую часть защиты, это мукус, в котором есть физиологическая микрофлора, и антимикробные пельтиды, то есть гуморальное звено. Дальше идет эпителий, который если нарушается, то эпителий уже начинает вырабатывать цитокилы, и в том числе и афроэнтриферон, здесь и опухоль негротистых, афроэнтриферон, другие и тогда сюда идут клетки врожденного иммунитета, лимфоидные клетки, в том числе и дентритные клетки, которые идут в то место, где нарушена пограничная зона эпителиарная. И дальше уже начинают разбираться с тем, что произошло. Вот как они разбираются. То есть пришли в то место, где прошел патоген, пришли дентритные клетки, и вот посмотрите, эта клетка с своими дентритными отростками уже погладела меченый антиген, и в этот момент начинается врожденный иммунный ответ. Вот в этот момент начинает, со мной стороны, продуцироваться первые цитокины правоспалительные, а с другой стороны клетка разбирается, что это? Патоген? Это или, может быть, это не патоген, может быть, это пищевой антиген, может быть, это физиологическая микрофлора, на которую не нужно так сильно отвечать. Как только клетка, дентритная клетка разобралась, она перестает продуцировать, у нее пропадают дентритные отростки, она перестает продуцировать цитокины, но у нее появляется другая роль, она уходит в региональные лимфоузии, где она перетаст информацию Т, Б, лимфоцитов, для того, чтобы развился, если это надо, для того, чтобы развился специфический иммунный ответ, и появились специфические антитела, но на это уйдет, вы знаете, уходит, как правило, 7-10 дней, а то есть 2 недели, точно так же происходит и при вакцинации, просто так же больше времени пройдет, и меньше будет ответ на уровне специфического иммунитета. Как происходит распознавание, с помощью каких рецепторов дентритная клетка распознает то, что она проглотила, и эти рецепторы называются толпы, подобные рецепторы. Толп по-английски означает тревожный колокольный звон, то есть дентритная клетка с помощью толпа, это рецепторы, разбирается, что попало в организм, и если это патоген, она подает тревожный звон, вот в виде тех цитокинов, о которых вы говорили, она поднимает, она передает информацию о патогене специфическому иммунитету и развивается специфический иммунный ответ. Причем я хочу ваше внимание обратить на то, что толпы рецепторов не так много описано в сегодняшний день. Их всего лишь хорошо изучили 11. Но эти 11 толпы рецепторов, они есть у каждого из нас, а разве что каждый из нас имеет свой, как бы, нитиалейный полиморфизм, то есть индивидуальный толпы рецепторов. И это оказывает влияние на распознавание того или иного штамма, того или иного вида бактерий. Но на самом деле толпы рецепторы так сделаны природой, что распознают какой-то целый вид, например, толпы рецепторов 4, распознают грамминус бактерий, целый набор грамминус бактерий. Почему? Потому что в их составе есть такой неизменяющийся структурный элемент, как липополисахарин, в прошлом это называли антитоксин. И вот толпы рецепторы 4 распознают именно липополисахарин, который есть в грамминус бактериях. Для грамм плюс бактерий природа придумывает другой толпы рецептор и другой консервативный элемент толпы рецепторов. Второй распознают кептидогликан, который входит в структуру грамминус бактерий. Ну и так далее. Можно было по каждому. И гребки свое, простейшее свое. И для каждого из видов есть свой толпы рецептор. Часть из них на поверхности мембраны, а часть из них внутри для распознавания внутриклеточных патогенов. И вот что происходит, когда распознает толпы рецептор патоген, проникший в организм. После распознавания передается сигнал в ядро клетки и запускается процесс активации генов, который детерминирует продукцию прежде всего провоспалительных цитокинов. Вот они здесь. Здесь я альфа-бета-энтерферон, здесь интерлекины 1,6,8,12, это просто анекретический фактор. И запускается далее специфический иммунный эффект. Таким образом, в том, как я уже сказал, за то, о чем я так быстро вам рассказал, то онлайн-рецепторы, дендритные клетки, трансдукционный пункт передачи сигнала, развитие иммунного ответа. Вот эти трое людей, ученых, получили Нобелевскую премию, в частности Стэнман получил Нобелевскую премию за то, что он открыл дендритные клетки, он продолжил дело, и делал еще вещи, а на самом деле. А Бертлер и Хоффман, они описали уже механисты распознавания, передачи сигналов, это очень горно развивающиеся, сейчас позволю себе еще чуть-чуть отметься, молодежь, пожалуйста, запоминайте, смотрите, свидетель, ну что, очень много препаратов сегодня делают, делают уже с учетом знания, вот это по трансдукционному пункту, здесь у меня только линии, а на самом деле это все известно, и на каждом из этапов уже есть препараты, которые влияют на передачу, либо усиливая функцию распознавания и развития иммунного ответа, либо ослабляя ее, поэтому для вас это, конечно, впереди, все будет очень практически необходимо, я знаю, ну и вот рискебром, вот этот инновационный препарат, который был сделан еще до того, как эти ученые получили Нобелевскую птенгу, им вручили Нобелевскую в 11-м году, препарат, он появился, вот лет за пять до этого, но уже были первые данные о том, что есть унтонная концептора, есть распознавание, есть ответ именно на грамм плюс, грамм минус, и вот посмотрите, что это за препарат, это, во-первых, это бактериальный, он поливали много бактерий, он субликовальный, то есть он действует на территории слизистой, далее, и вот эти препараты, препараты получат с помощью влияния на укропы, механический лисис, который не меняет структуру антигенов этих препаратов, а вот эти самые бактерии, которые обошли, посмотрите, это 6, ну на самом деле, тут 13 антигенов бактерий, и они, смотрите, они относятся к грамм плюс и к грамм минус, то есть фактически, те, кто делал этот препарат изначально, они уже понимали, что есть донлайк рецепторы, конкретно для этого вида бактерий, к грамм минус, и целенаправленно такой препарат делают. Вот этот механический лисис, вот он вот с этой стороны, специально было проведено исследование, которое показало, что механический лисис позволяет оставить, и структурно не измените, антигенов бактерминаты, которые распознаются, то лайк рецепторы, по сравнению с химическим лисисом. Ну и три очень важных для понимания того, как действуют препараты. Значит, это тароральный препарат, слизистая ротовая полость, отдел общей иммунной системы слизистых, то есть на этой территории есть то, о чем мы с вами говорили. Есть, ну, есть эпидемиальная ткань, есть лимфония ткань под слизистым слоем, которая распознает попавшую вакцину. Антигены не поддаются воздействию пищеварительных ферментов. Основной начальный механизм действия стимуляция нотритных клеток по слизистым слоем ротовой полости с последующей продукцией, прежде всего, гумральных факторов, а следующим уже специфического защита. Ну и таблеточек, которые вы принимаете, необходимо, и это достаточно важно, очень часто задают вопрос, важно проследить, чтобы они были, чтобы действительно не проглотили там леточку, чтобы она рассосалась в подслизистом слое, тогда это будет более эффективно. Вот еще было сделано такое исследование, в котором СИГ-83 это дендритные клетки на самом деле, и было показано, что после того, когда действует ВИЗБРОН, то количество дендритных клеток, их активность, она такая же, как при действии БЦЖ и при действии ЛЕПОПУЛИСАХАРИДА, то есть эквивалент. Вот это исследование, то есть первое, это исследование было посвящено анализу уровня активенспецифического иммуноглобулина А у добровольцев, которые принимали ВИЗБРОН, но не просто посмотреть иммуноглобулина А, а иммуноглобулина А специфически к тем бактериям, которые входят в ВИЗБРОН. Здесь вы видите, здесь спектакокк, гермофирус, плексиела, марацела, здесь стафилококк, еще раз, так, и посмотрите, везде, кроме гермофирус, вы видите, в принципе, хороший ответ на антигены, которые в составе ВИЗБРОНа повышается антигенспецифический иммуноглобулин А. Эта работа была связана с тем, чтобы посмотреть, как повышается иммуноглобулин и уровень иммуноглобулинов в сыворотке, и в процессе приема препарата в течение, вы знаете, что это препарат, принимают в течение до 10 дней в начале месяца, первый месяц, второй месяц, третий месяц. Посмотрите, к третьему месяцу везде, вы видите, повышается иммуноглобулин А, иммуноглобулин Н, иммуноглобулин Ч, в сыворотке, и вот здесь секреторный иммуноглобулин А в сыворотке повышается достоверно после приема этого препарата. Вот еще одна работа, она была связана с лечением рецидива гранического бронхита у больных хозов. Посмотрите, достоверное снижение количества рецидивов у больных, далее, достоверное снижение числа дней антибиотикотерапии, следующая работа была связана с исследованием длительности заболевания, вот показано, что респиброн снижает длительность заболевания достоверных, снижается необходимость применение антибиотикотерапии достоверного. Еще две работы, даже тогда, когда антибиотикотерапия используется, то респиброн повышает ее эффективность, вероятность респитализации снижается, если пациент принимает респиброн, в число дней пропуска школы у детишек снижается, при использовании респиброна, респиброн освежает количество респибронов инфекций дыхательных и нечасто болеющих детей. Ну и вот, это очень важное исследование, которое было проведено в 2011 году, и это был мета-анализ, были все три-все результаты, в том числе и посчитали, опять же, какое количество контролированных клинических испытаний было проведено, более 20 по этому препарату. И вывод показал, что у детей и взрослых респиброн эффективно предотвращает развитие инфекций респираторного тракта. Ну, немаловажно, конечно, и фармакоэкономическое исследование, которое сказало, что при использовании респиброна общая стоимость лечения подобного рода пациента на 20 процентов ниже по экономическим затратам. если говорить о, так сказать, суммировании по механизму действия, то, о чем я говорил, то можно разделить этапы защитной реакции при применении респиброна на 2 части. Первый этап это прием респиброна и распознавание респиброна и развитие первого нескецифического иммунного ответа с продукцией альфа-бета и перезорока гамма и перезорока с активацией естественных киллерных леточек. Это так называемая антипостро-антивирусная защита, которая в последующем сменяется уже антибактериальной защитой. И в последующем длительная защита уже в третьем месяце, когда повышается количество появляется специфические антидела гумеральные, их титры увеличиваются, появляются специфические хелперы, специфические текелеры, и тогда развивается уже специфический приобретенный иммунитет, который в течение 8-9-10 до года защищает такого пациента от развития рецидивов или роста патриарных инфекций. Ну и последний слайд, как он уже подтаживает, что нам позволяет тот опыт, который мы имеем, о чём он нам позволяет говорить. Риспебро первое, повышает эффективность комплексного лечения острых инфекций дыхательных путей, в том числе сочетания с антибиотикой хроникой, ну и эффективен для профилактики острых хронических инфекций верхних и нижних дыхательных путей, в том числе профилактика суперинфекции при ПЛЕ и галикой. Спасибо за это. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!